во имя отца и сына и святого духа аминь сегодня у нас 1 марта 2017 года я молился как-то во время молитвы мне пришло место писания для размышления ну вот прошло уже много времени я об этом стихе писания молился думал размышлял вот что господь мне положил с тем хочу поделиться со всеми яков 4 глава 17 стих и так кто разумеет делать добро и не делает тому грех всего лишь один небольшой стих а сколько в нем заложено сколько в этом стихе писания заложено если ты думаешь и молишься об этом то есть любое доброе дело которое ты делаешь господь благословляет но если ты разумеешь это доброе дело и не делаешь то это тебе уже грех и вот пройдемся немного по слову божьему и я неоднократно встречаясь людьми слышал от них они говорят что например на исповеди они не знают в чем кается перед богом вроде ничего нигде не грешил в чем же кажется перед богом а вот читаем условия божьем сераха 7 глава 38 стих не ленить посещать больного ибо за это ты будешь возлюблен то есть вот одна из причин может быть в чем надо будет перед богом кается то есть ты видел нуждаешься больного человека брату или сестра или какой-либо знакомый тем более если человек который ты знаешь может даже мирской посетить его рассказать в первую очередь конечно с той целью чтобы там возвестить евангелие этому человеку как у меня было на урале я к этому пришел он был у меня в подчиненных по работе мы работали занимались вместе с ним вот его посещая там начал проповедовать в больнице раздавать материалы лапкина игнать тихонача там окрещение о покаянии вот другим людям начал раздавать евангелие новый завет у меня были синенькие салтерию то есть чтоб везде проповедовать евангелие слова божия почему именно мы должны посещать больных больных не только из того что это доброе дело но это то что через это ты посещаешь посещаешь самого иисуса христа господь так говорит матфея 25 главе 36 стихе был наг и вы одели меня был болен и вы посетили меня я сам неоднократно лежал в больнице и знаю насколько это приятно когда тебя кто-то либо придет посетит просто даже не что тебе не принесет никакой там либо еды или что-то просто придет тебе ободрить словом каким-либо расскажет как он где что проходило у него за эти дни может если тем более человек верующий он тебе ободрить словом божьим подкрепит расскажет где он благовествовал тебя побудит к этому что-то не сидел просто в палате говорится думая только о своей болезни я как-то попадал в больницу с пальцем своим вот это указательный палец на левую на левой руке перерубился к луну вот и когда в больницу приехал думал что мне там сейчас быстро все сделают и я поеду еще дома начну дорабатывать вот а хирург нет надо отлежать как положено вот я там 10 дней лежал и 10 дней я там проповедовал евангелие спера конечно особенно в палате там один знакомый был незнакомый вернее который человек рядом лежал рядом со мной он сперва стал как против меня а потом расположился рассказал кто он есть то есть почему не любит священников и так далее то есть в основном основная причина нелюбви к священству это за их серебролюбие вот и там я проповедовал рассказал ему что надо смотреть не на священников и на самом надо именно смотреть что бог заповедует что он говорит что ты должен соблюдать что ты перед богом будешь сам лично перед ним отвечать а не кто-то там за тебя он сам за себя ответишь ты сам будешь отвечать перед Богом. Так, дальше. Книга Тавита, 12 глава, 6 стих. Доброе дело благословлять Бога, превозносить имя Его и благовейно проповедовать о делах Божьих. И вы не ленитесь прославлять Его. Еще раз повторюсь. Доброе дело благословлять Бога. То есть везде благословлять Бога за все, что мы видим, что у нас происходит. Засуды правды, как говорит царь Давид, прославлять Господа. Привозносить имя Его и благовейно проповедовать о делах Божьих. Особенно в первую очередь говорить людям, встречающим на нашем пути, которые люди не знают Бога, Христа. Говорить, кем ты был раньше без Бога. Как ты согрешал. Каким ты был мерзким. перед Богом. А Господь тебе вырвал из этого рабства греха и поставил на твердом основании на Слове Божьем. Очистил, убелил тебя через крещение. Сделал тебя сыном своим. То есть этим самым рассказывая себе, как и нам подает апостол Павел в неоднократном посланиях, он говорил, кто он был и кем он стал. Ты другого человека побудишь задуматься. Задуматься, что есть Господь. Что он ждет. Что он долготерпелив и много милостив. Почему апостол Петр говорит, что многие думают, что когда же придет Господь. Вроде так, сколько две тысячи прошло и до сих пор нет. Нет, Господь долготерпелив и много милостив. Он ждет покаяния человека. Очень часто мы не делаем добрые дела, потому что ленимся. Ленимся рано вставать. Хотя кто рано встает, тот успевает за день сделать много добрых дел. Вот. И у меня эта тема подготовлена именно о раннем вставании. Этим самым показан пример «Живя с братьями вместе». Это наш наставник Геннадий Иванович Никита Колесников. Тут у нас братья приезжали. Роман, там, Василий тоже приезжали. Один даже приехал как на исправление, чтобы побольше набраться духовного и поехал обратно к своей семье. Вот. То есть вот так мы друг другу помогаем. Побуждаем к раннему вставанию. За это, когда ты рано встаешь, ты спокойно помолишь и доброе дело сделаешь. Спокойно почитаешь Слово Божие, доброе дело сделаешь. Пойдешь там где-то на работу пораньше, там начнешь там где-то проповедовать Евангелие. То есть всюду, везде Господь будет благословлять тебя. Есть также вот пример один жизненный, когда, например, заходим в автобус или какой-то там другой транспорт, ты видишь, что человек седой заходит в этот момент, а ты сидишь, например. Ты должен встать и уступить ему место. Тут, конечно, нечего объяснять, потому что к этому нас побуждает совесть. Но это та же совесть говорится о том, что есть заповедь Господня. Это Левит 19 глава «Перед лицем седого вставай и почитай лицо старца, бойся Бога твоего, я Господь». То есть так говорит Господь, так заповедовал Господь, я должен это сделать. Есть такой хороший фильм, называется «Искупление», он всего минут 45 идет. И вот там есть братья, один брат был, Иуда, он проповедник Евангелия и через год возвращается в свою семью к отцу и братьям своим. Там братья приезжают со своими семьями, с женами, с детьми на Пасху Господнюю. Но два брата были неуверивши, то есть не рождены свыше, не приняли которые Иисуса Христа как Спасителя Мира. И вот они всему противились, даже не хотели принимать брата, этого Иуда. Но отец настоял, он сказал им так, «Иди, идите, приведите его в дом». И они когда пришли к брату своему, который был на площади, проповедуя Ивана, они говорили так, «Если бы не заповедовал нам Господь, то есть проявлять послушание, почтение к отцу своему, Пятая Западь, почитай отца твою и мать твою, мы бы, тебе, конечно, не пригласили бы в дом к отцу, но именно так, потому что говорит Господь, виляв через свои святые заповеди. Как я одному проповедовал, живя на Урале, роман его зовут тоже, был расположен слушать Слово Божие, и как-то он приходит и говорит такой, как бы недоволен немножко отцом своим, что отец-то вот там что-то заставлял делать, он говорит, я, говорит, тебя слушаюсь, потому что так велит заповедь Божия. То есть мне это было радостно услышать, что Господь в тот момент его коснулся, что он покорился, но в дальнейшем он, конечно, не последовал, к сожалению. Но семя посеяно, это уже от человека зависит, польет он слезами раскаяния, тогда надоет, даст в свое время плод. Также мы видим в Бытие 4 глава 7 стих, это Каин, событие Каина и Авеля. Каин задумал убить Авеля, потому что Господь принял жертву Авеля, а не Каина. То есть, опять же, по зависти. И вот говорится так, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, Господь ему говорит. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Это очень глубокий тоже стих Писания. То есть, Господь его предостерегал Каина. Остановись, безумный, не делай брата убийства. Но Каин не послушался. Он пошел и убил брата своего. Потом еще и даже дерзко разговаривал с Господом со своим. Вот. У дверей грех лежит, если не делаешь доброго. То есть, если ты находишься, говорится, не делаешь ни добрых дел, ни злых дел, и думаешь, ты так средненько, седенько проживешь всю свою жизнь. Нет. Тебя кто-то должен быть господином. Или Господь Бог творит с неба и земли, или враг душ человеческих, сатана противник, сатана противник, дьявол-клеветник. То есть, он будет твоим господином. И он тебя будет побуждать на грех. То есть, ты не останешься в бездействии. Также, для этого ты открываешь дверь. Дверь кому именно? Или Господу дверь сердца своего, или сатане для греха. Читаем в Откровении 3 главе 20 стихе. Господь так говорит. «Серстаю у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отвори дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Что это за дверь? Это наше сердце, говорит толкователь на этот стих. Сердце, не открывая дверь Христу, мы открываем дверь сердца своего для дьявола. Из него начинают исходить что? Помыслы. Это мы читаем Марка 7 главе 21 стиха по 23 стих. Господь говорит. «Ибо изнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Даже мы знаем, что Господу подошел один юноша и задал очень хороший один вопрос. Матфея 19 глава 16 стих. «И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» То есть, какой хороший вопрос. Я также вспомнил, ну и дальше там Господь перечисляет, какие он должен исполнить заповеди Господни. Юноша, конечно, сказал, что я исполняю с самого детства, от юности своей, все эти заповеди. Но когда Господь его призвал еще более к совершенству, то есть пойти, продать свое имение, раздать нищим, он, конечно, опечалился. То, что сказано в Слове Божьем, было весьма великое у него именно имение. Я вспомнил тоже случай жизни, как-то мне одна двоюродная сестра отдала своего сына, племянника моего, на перевоспитание, чтобы я с ним поработал вместе, поучил, вместе с ним молились. И вот как-то между делами отдыхали с ним, и он задал мне вопрос Господь, он говорит, дядя Волгет, как попасть в рай? То есть, согласно, как юноша, то есть. Ну, я ему, конечно, порадовался за него, что он такие хорошие вопросы задает. Я ему начал объяснять, что надо исполнять заповеди Господние. А заповеди Господние написаны в Святой Библии. Вот она, Святая Библия. А чтобы знать эти заповеди Господни, надо читать Библию одним словом, как и Иоанн Златоус об этом говорит, что все восходит тому, что ты не читаешь Слово Божие. Почему ты грешишь? Потому что ты не читаешь Слово Божие. И не знаешь его, и не хочешь знать. Вот. В дальнейшем, конечно, его тоже зовут Володя. Была плохая. Он, конечно, еще живой, но он так и не послушался. Совета моего, хотя задал такой вопрос, но и исполнять не захотел. То есть, мир потянул свое. Вот. Дальше. Книга Тавита. 12 глава, 8 стих. Доброе дело, молитва с постом, и милостыню, и справедливостью. То есть, здесь, в добром деле, не одно какое-то доброе дело, а заключается в совокупе. Молитва, пост, милостыня, и справедливость. То есть, ты, будучи христианином, должен быть не только, какое-то одно доброе дело делать. Но в тебе должно быть все в совокупе, как и Господь призывает нас к совершенству. То есть, молитва, пост, какие. У пророка Исаии написано, что какой должен быть пост? С милостынью, с нисхождением к своим ближним, а не то, что как про одну, одна сестра, вот тут наша община, она говорит, я, говорит, одну сестру, как начинается пост, так я, говорит, боюсь с ней общаться. Она, говорит, такая злая, становится. То есть, что про нас это не сказали. Особенности, если мы этот большой соблазн подаем неверующим людям. Через этот соблазн они не просто в нас должны увидеть образ Божий, образ Христа, а они в нас увидят тьму. То есть, это бояться надо. Даже вот в этой же книге Тавита мы видим, что доброе дело сделал Тавит, когда он пошел, похоронил умершего ближнего своего, еврея. И ангел его потом за это похвалил, что он даже не стал есть, пошел сперед, предал его погребению. Как это видно и в Матфея 26 главе с 10 по 12 стих. Погребение тоже подготавливали. У апостола Павла сказано. Галатам 6 глава 6 стих. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. То есть, со своими наставниками, учителями. То есть, помоги ему, в чем он нуждается. Галатам 6 глава 10 стих. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. То есть, в первую очередь, именно своим верующим, братьям, сестрам, разузнать, что они, что им требуется. И это сделать все это бесплатно, чтобы брат и сестра не могут дать, как говорится, если ты должен, тем более, ты должен воздать добром этому человеку, брату и сестре. Ну, и делать всем добро. И как Господь в Евангелии, в Матфеев 5 главе, 44 по 48 стих, Он покажет высшую добродетель, как говорит Ян Златовуст. То есть, Он перечисляет эти добродетели, 9, и 9, самое высшее, говорит. Это когда мы показываем любовь к врагам своим. Как там в 43 стихе сказано, что в Ветхом Завете сказано было, что люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Господь говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте гонителей ваших, проклинающих вас, благотворите. Ну, да не что, то есть, проявляя высшую любовь. Это все, конечно, не сразу дается, потому что в любом добром деле надо иметь навык. Господь там постепенно нас подготавливает. Ударили тебе по щеке, стерпи, не ответь ударом. Там злословит тебя, тоже стерпи. И постепенно приводит к тому, что ты в дальнейшем будешь именно даже врагов любить. Именно то, как объясняют святые, что любовь, она заключается в том, что не воздавать злом за злом, но делать добро им. Вот в римлянном 12 главе 15 стихе сказано так, что в толковании указывается, что если ты не радовался, как апостол Павел призывает, с радующимся, радуйся, с плачущим, платишься. И вот когда я над этим стихом писания задумался, у меня неоднократно были мысли, почему иногда Игнатий Иванович наставник мой побуждает добрым делом, а тебе внутри какое-то противление, или там брат или сестра что-то тебе просят помочь, а тебе неохота этого делать. Как бы себя исследовал и понял, дошел до корня, то есть обыкновенная зависть. То есть здесь я в себя взорил зависть, что не я начаток этому доброму делу, а я всего лишь помощник в этом добром деле. То есть в этом всегда как Господь призывает на Слово Божие исследовать себя именно, вникать в Слово Божие и всему себя и апостол Павел говорит, чтобы мы могли видеть в себе эти грехи, открывать перед Богом их, чтобы Господь нас исправлял, очищал, чтобы на суде Божьем не были осуждены за эти грехи. Также ведя добродетельную жизнь некоторые люди уверуют, даже если прежде злословили, то есть докапывают под тебя не в Слово. Это могут, я думаю, что все верующие подтвердить. Вот и апостол Петр нам говорит, это первое послание Петра, вторая глава, двенадцатый стих. И проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения, то есть в день обращения своего к Господу. Добродетельную жизнь, то есть никому нигде не подавать поводом к падению, чтобы через это они увидят, что ты, когда ты настоящий христианин, лицемерный, тем более какие-то видимые явные дела, грехи именно, чтобы не было у нас. Также апостол Петр говорит, в этой же главе во втором двадцатом стихе, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. То есть во всем надо проявлять терпение во всяком добром деле. Не только делать добро тем, которым нам нравятся люди, но и тем людям, которые нам не нравятся. Господь нас именно возводит добродетелей к этой. С первого ты научишь делать это как раб, то есть из страха наказания, что ты, если будешь бездействовать, не делай доброе дело, ты будешь за это наказан на суде Божьем. Потом ты научишь делать это как наемник, то есть за то, что получишь Царство Небесное, Господь обещает будущее блага. А в третьем ты научишь все делать по любви, как сын нужен. Также в каждом добром деле вот этот стих Писания очень важно знать наизусть. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 5 стих. То вы, прилагая к этому все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. То есть в каждом добром деле надо показывать рассудительность. Особенно это касается, когда мы подаем каким-то либо нищим. У церкви или где-то возле магазина очень часто сидят. Или на улицах, при вокзалах. То есть надо видеть, что подать человеку. Может человек просто нуждается подать ему Евангелие, рассказать о Христе, не давая ему никакие деньги, потому что видно, что человек пьет, эти деньги он может потребить на злое, то есть на выпивку. Это милость и неизвестно, куда она пойдет. Или постараться купить ему продуктов каких-либо, если он в этом нуждается. Как у меня был один случай, один подходит такой же бомжеватый мужчина вида и говорит, дай мне 10 рублей, мне на хлебушек не хватает. Я говорю, ну пойдем, я куплю булку хлеба. Он говорит, да я сам куплю. Я лучше сам скажу. Он говорит, нет, я лучше сам куплю. Ты же меня обманываешь. Он замолчал, потом сказал, да, я обманываю. То есть совесть его обличила все-таки. Но это не каждый соглашается в этом. Некоторые идут до конца лга перед тобою. То есть заканчивая, еще раз повторю этот стих Писания. Первое. Яков 4, глава 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Сейчас у нас начался Великий Пост. Третий день Великого Поста. Вот здесь очень важно размышлять. Где ты не помог, день какой добрый, дело не сделал, не поучаствовал в этом добром деле. И на исповеди принести покаяние перед Господом. Чтобы в дальнейшем я не прошел мимо этого человека или мимо какого-либо доброго дела, но поучаствовал в нем с усердием, с желанием, с любовью. Да будет благословляемое и прославляемое имя Господне. Ему хвала за все честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.